Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. Сегодня у нас на обзоре караван Белли Сенатор Индиана. Это караван из Британии, 2008 года выпуска. Его стоимость 942 тысячи рублей. Караван с французской кроватью, полноценное четырехместное размещение. Бойлер проточный на 10 литров Трума, работающий от газа, работающий от электричества 220 вольт. Караван оснащен насосной станцией. Очень хорошее техническое внешнее состояние. Стоит отопитель Трума Ультрахат. Также с возможностью работы не только от газа, но и от электричества. И, конечно же, есть раздувы. Сцепная головка Алка с обжимным компенсатором. Здесь у нас 7-пиновый разъем в одной розетке. И есть возможность подключения второго розетка, либо объединения в 13-пиновый, который позволит уже использовать караван в пути в полной мере с учетом работы холодильника от 12 вольт. Так, Трума Дуа стоит. Замечательный бонус. Два места под газовые баллоны. Сюда можно две композиточки абсолютно спокойно оставить. Далее, складная для палатки тента. В данном караване представлена с двух сторон. То есть палатку можно поставить и с обратной стороны от входа. Оснастка по туалету. Это у нас Трума. О, это Тетфорце 24 с большой кассетой, с отдельным бачком смыва. По правой стороне мы можем видеть вентиляционные отверстия холодильника Дометик. Место подключения насоса помпы. Заднюю часть бойлера Трума. Караван на оригинальных литых дисках Бейли. Шины в идеальнейшем состоянии абсолютно. Слив серых вод у нас находится со стороны. Справый фасад без окна. Так, закладная для палатки тента со стороны входа. Вот она в прекраснейшем состоянии. Ну и два бокса в хвосте. Один из них для установки собственного аккумулятора. Место подключения 220 вольт. И доступ под французскую кровать. Вот он, доступ. Даже ковер положен у собственника предыдущего. Ну что мы видим? Рукава раздува. И в принципе, большое место для хранения каких-либо принадлежностей. Очень интересные пакеты на данном караване. Скрытые установки в алюминиевом профиле. Ну и в принципе, они по всему каравану такого плана идут. Посмотрим внутри. Уже сегодня холодно. Первые заморозки у нас были. В караване тепленько. Немножечко топимся электричеством сейчас. Хочу сразу обратить внимание на ширину полезного места в караване. То есть, смотрите, насколько очень широко в проходной части. То есть, в передней части вот он диван, который может быть превращен в спальное место. И сзади у нас расположилась французская кровать. И вот здесь, вот здесь, вот то, что я сейчас именно показываю вам. Очень широко и очень комфортно. Опять же, достаточно оптимальная глубина шкафчиков в верхних ярусах. Вот, и достаточно прямо вот хорошо и свободно дышится в данном караване. Поскольку вот эти все открытые такие пространства очень хорошее впечатление создают и для того, чтобы не стеснять движений никаких. Давайте по порядку. Итак, караван оснащен Трумовским бойлером проточного типа на 10 литров. Также есть насосная станция. Есть свой небольшой запас воды. Вот эта канистра. Ну и вот здесь подробная инструкция о том, как должны выглядеть краны в каких положениях. Вот они, два крана, раз и два, которые организуют в вашем караване водоснабжение. То есть можно заполнить собственный бак за счет помпы. Можно использовать эту воду. Можно использовать наружную воду. Помпа по традиции в данном случае это всего лишь фильтр-заборник. Она находится у нас в раковине. Дальше. Под правым диваном ничего нету. Также на всех окошках, не только в передней части, 3D-москитные сетки. Это вот такие они идут на всю плоскость. То есть здесь уже попадание всяких жужжащих, жалящих исключено практически полностью. Интерьерные шторы очень в прекрасном состоянии. В великолепном состоянии на все обивки диванов. Ну, я говорю, они из танковых тканей, мне кажется, каких-то достаточно красивые по состоянию и по чистоте внутри ящички. Даже какой-то, похоже, диск остался. Антенна. Делитель антенны для организации телевизионных розеток. Крепление для каких-то фунфыриков, наверное. Мячик. А, это то, что касаемо антенны. Какая-то макулатура. Так, дальше. Топимся мы отопителем Трума Ультрахат, работающий от электричества, от газа. Газовая часть с автоматическим пьезо. То есть, если мы здесь не видим механической его части, значит, внутри находится батарейка. Она одна, которая отвечает за доступ. Ну, не знаю, будет он слышно на видео или нет. Начинает работать пьезо. Раздув находится вот здесь. Сейчас он в автоматическом режиме отключен. Ну, немножечко ТЭНа подогревает. Само включение находится вот здесь. Это отопление от электричества 220. Ниже телевизионный канал. То есть, здесь у нас выход антенного кабеля плюс 220-ти вольтовая розеточка. Ну, здесь, повторюсь, достаточно широкие места. Очень удобно, очень комфортно. Доступ будет шикарный. Модуль кухни включает в себя мойку из нержавеющей стали, пластиковый поддон, поддон для мокрой посуды, для того, чтобы он стекал туда, куда ему направлено. Штатный стол в комплекте. Органайзер для кухонных приборов. В сушилке. И такое вот, это, видимо, мусорное ведро. Такое я вижу впервые. Но говорит о том, что собственник нормальный человек и достаточно аккуратно относился к своему рецепту. Холодильник Dometic 104 литра с большой морозильной камерой. Работа от электричества, от газа. От 12-ти вольт по 13-ти пиновым разъемам. Полнопрофильная уже идет полноценная газовая поверхность для приготовления пищи. Четыре газовых комфорки с пьезоподжигом. Все прекрасно работает. Газовый гриль. Все равно остается спорный момент о его необходимости. Но, мне кажется, на природе все способы хороши. В том числе и быстрое приготовление каких-то утренних завтраков на гриле. Почему бы и нет. Духовой шкаф. Это уже для серьезных пирожков и так далее. Места для хранения кухонных каких-либо уже крупных приборов. Справа от кухни вещевой шкаф с перекладиной для плечиков. Глубина не менее 60 сантиметров. Полноценно повесить верхнюю одежду вполне себе. Предостаточно еще три полных ящика. Напротив топитель. Плюс, опять же, каскад ящиков с полками. И микроволновая печь. Поддон, тарелочка находится в ящике. Чтобы не разбилась в пути. Вот она в наличии. Также есть верхний ярус. Они достаточно неглубокие. Но захламить караван, я думаю, что особо не имеет смысла. Сегодня звонил клиент и планировал грузить полтонны в караван. Но это перебор. При всех хотелках это действительно перебор. В зоне кухни также есть люк с вентиляцией. Приточно-отточный. То есть может использоваться и как вытяжка. Может использоваться и как приток свежего воздуха. В передней части каравана большой панорамный люк с четырьмя точками подсветки. В данном караване еще используется галоген. Безусловная рекомендация замена на диоды. Ну и французская кровать в хвосте каравана. Расположение спальной зоны достаточно стандартное. Полноценная кровать. Все это дело закрывается. Здесь у нас принцип шкафа-купе. Это не мягкая шторка, жесткая дверь. Вот она. Все пристегнуто на транспортное положение. Не будем драть. Вот замочек. Здесь же в зоне спальни есть вот такая вот отдельно стоящая раковина для умывания. Плюс ящики для хранения туалетных принадлежностей. Ну вот даже есть мыльница-ракушка. Повторюсь, очень хорошая сохранность у каравана. Собственник прямо поставим ему лайк. Ну и отдельно стоящий вот такой вот комбинированный санузел. Душевая олеечка. Все в комплекте. Дверка. То есть, несмотря на то, что данный у нас санузел комбинированный, места здесь предостаточно для того, чтобы и принять душ, и при необходимости воспользоваться туалетом. Поддон в идеальном состоянии, без каких-либо трещин и сколов. Есть крючки для одежды. Есть держатель для туалетной бумаги. Комплектация абсолютно полная. Подытожим Бейли Сенатор Индиана 2008 года выпуска. Стоимость его 942 тысячи рублей. Безупречное состояние снаружи и внутри. Шикарная комплектация. Караван полностью растаможен и ждет своего счастливого обладателя. У Юрия в инстаграме смотрите анонсы следующих представленных караванов. На сайте авточоиспсков.ру вы найдете точную информацию о ценах и наличии. И на нашем канале на ютубе обзоры всех представленных вещей у нас на площадке. Благодарю за просмотры. До новых обзоров и встреч у нас на площадке.